здравствуйте дорогие мои друзья ну что же сегодня видите день сказок прочитал я вам сказку афанасьева про кровавую чернуху которую да про золушку ну теперь для равновесия для гармонии прочитали русскую сказку давайте теперь теперь братьев грим ну посмотрим кто из них кто из них более зловещий афанасьев или так сказать брательники братовья грим ну вот сказка называется три перышка жил-был на свете король и было у него три сына двое и умные смышленые а третий не говорлив и попроще старших поэтому и назвали его простаком ну эти хотя бы простаком у нас что всегда дураками называют да дурними это просто простак да ну какой простак наоборот эти умные досмышленные то есть такие говорливые а это все помалкивал помалкивал да посматривал на друзья мои а в тихом умыте что вы знаете к водится черти а бывают да такие черти жирные да толстые что еще то есть похоже простак то был занимался магией мне кажется ну вот я так с первого взгляда потому что как бы просто просто да просто а не просто когда король отец стал стареть слабеть и уже подумал о своем конце то есть земельки стал привыкать уже и гроб себе купил он и сам не знал какой из сыновей должен ему наследовать в управлении королевством ну видимо думал на первого второго то есть как бы старший средний да младшего не учитывал типа ну как бы к нему относился так несколько пренебрежительно вот он им сказал однажды поезжайте по белую свету и тот кто мне привезет самый лучший ковер пусть и будет королем после моей смерти папани даже коврика не было в этом ну пол холодный в замке знаете каменной плиты там они топят тоже на и на экономят на дровах поэтому знаете забираются там еще и псов могут с положить чтобы это ну хоть как-то было тепло камин не топят особенно летом ну хоть коврик думать хороший коврик хоть какой-то толк сыновей будет ну при привезите король хорош ковер хороший значит кто привезет самый хороший король ковер тот и будет королем после моей смерти а им-то зачем пусть он лучше простудится быстрее простудится без ковра быстрее помрет они такие же эти сыновья наследники ох только бы наследство раздербанить все накопленное нажитое непосильным трудом готовы все раздербанить да вот а чтобы не вышла спора между братьями кому и куда идти он их вывел перед замком дунул на три перышка и пустил их по воздуху приговаривая как перышко полетит так и путь за ним лежит ну друзья мои похоже на наши сказки тоже там как бы стрелы пускали куда это летит туда и туда иди в общем куда иди куда туда не знаю куда принеси то не знаю что ну они знают надо принести хороший ковер персидский куда надо идти в персию а перо может полететь не в персию а в другое место ну вот и пошли один брат пошел налево другой направо и еще стали смеяться над простаком который должен был оставаться около своего пера упавшего на землю сел он около перышко и запечалился и вдруг видит возле пера в земле дверь образовалась упа друзья мои четкая я уже говорил с самого начала что он колдует значит он вроде как сел и начал шептать заговоры черные заговоры там шуры-муры открывайтесь дверь в подземные миры ну что-то типа такого да там что-то сыпанул там соли какой-нибудь там пепла какой-то золы и пошло поехал открылся портал он дверь приподнял под ней идет лестница вглубь земли он и сошел по этой лестнице ну вот вы друзья мои ну вот если вы не занимаетесь колдовством вы идете да там вдруг где-нибудь в лесу в болоте дверь в землю да и в этом кейк там нас со скрипом открываете и как как бы нибудь anybody home как кто-нибудь есть дома будете туда кричать и прям пойдете туда да вот кто из вас прям пойдет туда в эту темную дверь там даже без фонарика прямо идите в гости как вы к самым этим есть тут кто-нибудь в этом страшном ужасном а еще оттуда такой могилой несет на прямо мертвичины а выпаду да по только черный колдун может пойти туда ну вот наш этот простак оказался совсем не простаком он с помощью колдовства открыл эту дверь и пошел пошел-пошел вглубь земли пошел к другой двери постучался и слышит что за дверью кто-то отзывается девица малышенька пойди-ка ты проверь кто это стучится снаружи в нашу дверь еще таким голосом друзья мои вы бы наверное дунули оттуда да я бы честно говорят тоже не только меня видели там какая-нибудь девица малышенька такая сейчас малышенька появится с зубами что как говорится вам оттяпает все и перед и зад одним этим укусом но что делать этот был колдун жесткий видно простак да не простак дверь отворилась и королевич увидел большую толстую жабу а друзья мои наша любимая жаба ада кричит она продолжает кричать заманивая конечно такими разговорами о чем-то хорошем на самом деле конечно отвратительная толстая жаба мерзкая сидевшая в подземелье среди множества маленьких жаб ну понятно своих этих маленьких жаб в которых она превращала наверно всех кто к ней пропадался то есть она ловила души человечески толстая жаба спросила его что он желает он отвечал нужен был мне самый красивый самый дорогой ковер тут жаба подозвала одну из маленьких жабочек и сказал ей девица малышенька пойди-ка во флигелек и принеси скорей ханька заветный сундучок то есть у них все там есть в этом в этом в аду все есть да как в аду как в греции есть все понятно там сундучок ковер тебе пожалуйста но а что ты за этот ковер должен отдать то есть это понимаете договор с бесами на самом деле как что ты отдашь молоденькая маленькая жабочка принесла сундучок а толстая жаба открыла его сказал ква вынула и отдала простаку королевичу такой чудесный ковер которого не могло быть сотка на земле королевич поблагодарил ее опять поднялся из подземелья на землю оба старших брата однако же почитали своего младшего брата таким глупым что подумали ничего он не найдет и не принесет чего мы станем трудиться попусту подумали да и взяли у первой попавшейся бабы ее груботканные платки и снесли королю да тоже в общем то не особого ума хоть пошли в какой-нибудь ковровый магазин действительно но они между собой то тоже у них конкуренция кто кто то есть один получше купил другой похуже но все-таки что-то такое но оказывается видите просто они как бы лентяи прошли просто в ближайшую лавку и купили там какие-то ну просто вот половички в икею сходили самый так сказать простой этот про простяковский машинные вязки купили ковер ну и ладно старику и так сойдет но друзья мои лучше уж коврик языке скажу я вам чем самый прекрасный колдовской ковер от жабы потому что как вы думаете долго ли проживет король имея так сказать под своими ногами его земля перестанет носить это обычное черное деревенское колдовство с которым я друзья мои встречаюсь каждый можно сказать каждый день когда людям лишают доступ к земле когда ноги перестают их носить а всего лишь какой-нибудь подарочек тоже от какой-нибудь доброй жабы какой-нибудь подкладик и все и ножки перестают носить а потом и все уже как говорится до свиданица пора бы и помирать но друзья мои вы у меня люди уже тертые калачи я вам многое рассказывал поэтому вы наверно такие подклады не купитесь и коврики от каких-то ведьм и черных колдунь и получать не будете надеюсь надеюсь что среди вас таких дурней как этот король нету ладно значит вернулся простак и принес свой чудесный ковер как увидал король тот ковер подивился ему сказал коли нам держаться нашего уговора так королевство следует передать младшему но двое старших не давали отцу покоя говорили может мы может ли быть королем этот простак у которого ни на что житейское не хватает разума и попросили отца что ли чтобы он продолжил новый уговор ну то есть все равно значит король уже точно не хотел младшему и вот как бы знаете как спорах бывает там на камень-ножице-бумагу там кто выиграет а когда ну кто-то нечестно играет уголь переиграем переиграем каждый раз чтобы пока он не выиграет но это как бы не по-нашему не по-пацански значит тогда король сказал тот из вас королевство наследует кто мне принесет лучшее кольцо и вывел их перед замком и выпустил на воздух три перышка за которыми они должны были направиться во вслед двое старших опять пошли на восток и на запад а перо простака королевича полетела перед ним и опять упала рядом с дверью в подземелье ну у него же дорога накатана куда идти до к жабе к жабе ада кровавой мерзкой отвратительной вонючей жабе ну а зато у нее там полная чаша чё хочешь то и заказывай но за это надо расплатиться душенькой своей своим ну а что ж занимайтесь колдовством черном и конечно душу вашу бесы уволокут самые-самые нижние миры ну а толстой жабе это только в плюс потому что она деньги то не ценит оценит души души так что с жабами дела не имеете даже и не прикасайтесь не так значит и опять он пошел туда и сказал толстой жабе что ему надо разыскать самое лучшее самое дорогое кольцо то тотчас же приказала принести сундучок и оттуда вырвало кольцо это кольцо блистало драгоценными камнями было но так прекрасно что они один мастер на земле не мог бы смастерить такого кольца но потому что она была сделана в аду не было заговорено кто наденет это кольцо как вы понимаете тоже долго не проживет тоже подклад то есть старик король своими руками свой конец приблизил очень даже быстро оба старшие брата смеялись между тем над братом простаком который взялся разыскать золотое кольцо и не приложили никакого труда на поиски кольца а просто взяли обод от старого колеса выбили на из него гвозди и принесли его королю ну вообще ну то есть они еще и жлобы были да то есть но вы хоть в ювелирку зайдите там размер кольца там на папа не подберите это просто из металла да там но это издевательство на самом деле то есть по старшие братья тоже были такие это непонятно кто то есть королевство некому на самом деле оставить некому значит когда же простак показал отцу свое кольцо он опять повторил ему следует быть моим наследником то есть уже старик начал понимать что те двое как бы вообще не никуда не годятся однако же двое старших не переставали приставать к отцу до тех пор пока он не согласился на третий уговор и не высказал что ему наследует тот кто приведет себе в замок невесту всех красивее ну все друзья мои похоже как говорится придется этому принцу но третьему простаку жениться на жабе потому что не сундука же они достанут эту как его просто жабы оборотень превратится из противной вонючей жабы в прекрасную принцессу но внутри то она останется жабой сами понимаете ну скорее всего так я не знаю значит еще раз он пустил три перышко по воздуху они полетели точно так же как и прежде и вот просто королевич примёхонь как толстой жабе уже там ходит блин это как как в эту в лавку и сказал ей что должен привезти на мой красавицу жену эгея что задумал сказала жаба красавицу да ведь она не всегда под рукой найдется впрочем я для тебя поищу и дала ему выдолбленную желтую репу запряженную шестериком мышей простак запечались на спросил ее куда мне это добро жаба отвечала а вот возьми да посади туда одну из моих маленьких жабочек хорошо что себя не предложила были потому что она уж очень было отвратительно когда он на удачу выхватил одну из маленьких жаб и посадил ее в желтую повозочку из репы и чуть только посадил как жабочка превратилась в девицу красавицу поводит повозочка в коляску а шестерик мышей в шестерика лошадей простак королевич поцеловал девицу ударил по лошадям и привез невесту королю отцу да друзья мы какая идеальная картина но на самом деле иметь как говорится ну как-то там снахой ли как как это там ночью и даже иной жабу из ада но друзья мои сами вы долго ли вы протянете не думаю скорее всего сожрут а если это жаба станет еще и королевой то конец всему королевству то есть вот таким образом путем всего лишь за какой-то вонючий ковер за кольцо с фальшивыми бриллиантами и и и не за что то есть вот эти жабы из ада они приобрели целое королевство да друзья мои бывает и в наши времена что целая прекрасная страна становится жертвой вот этих адских сил и эти жабы из ада начинают пожирать обычных людей и делают это с таким чумаком удовольствием и вы даже сказать слово не можете только должны говорить мы одобряем одобряем все ваши действия жрите побольше и почище на те при не как как это у чуковского принесите вы звери своих детушек я их сегодня за ужином скушаю ну и тоже вот такой же тараканище пожирает теперь детушек прямо с хрустом а и вы попробуйте возражать вас тогда как говорится тоже сожрут или упакуют куда-нибудь но в крайнем случае оштрафуют такие у нас законы в нашем тоже жабьем королевстве у нас тут этих жаб вылезла куда не плюнь везде жаб попадешь в жабу значит за ним пришли братья те красавицы искать не потрудились а просто прихватили первых встречных баб и привели их во дворец друзья мои но вообще то есть это просто лентяй но для себя же то сейчас их обвенчает король да и вы будете жить с простыми вот этими те кто вам не нравится ну ну хоть то есть у них вообще даже никаких там девушек любовниц не было никаких симпатий просто они были лентяями да то есть и и жадинами то есть они тоже брать конечно на третий сорт я бы сказал как увидел их король и решил младший сын должен не наследовать но двое старших точно завопили можем ли мы допустить чтобы простак стал королем и потребовали чтобы ему было оказано предпочтение чья жена лучше прыгнет через кольцо повешенные среди залы о как про себя не подумали что их бабы то легко это выполнить потому что они сильны а это слабосильная девица красавица наверное убьется как прыгнет но то есть кольцо они повесили высоко там зала то большие у них то есть я не знаю как надо было прыгать ну значит король и на эту просьбу согласился тогда две бабы прыгнули через кольцо да так тяжело и неловко что попадали на земь и перешибли свои глупые руки и ноги вслед за ними девица красавица прыгнула легко и ловко как серна но она же божаба и зада чего хотите и никто уже не стал ей перечить так благодаря ей младший королевич получил венец королевский и правил страною долгие годы мудро и справедливо но с этим я друзья мои не соглашусь потому что если жабы пробрались очень быстро вот из той вот тайной комнаты где там жила жаба со своими этими мелкими жабами все эти жабы перекочуют в мир начнут там так сказать притворяться оборотни жабы оборотни приправятся в людей их как говорится жениться там ну это замуж выходить и всех перебьют то есть королевство умрет очень быстро и ну и этот колдун ну какое-то время они его будут держать потом тоже грохнут тоже сожрут вот друзья мои сказочка тоже хороших героев здесь я не вижу король конечно идиот воспитал сыновей одного колдуном двое вообще какие-то не непонятно не ничего жабы это понятно просто мерзость адская то есть здесь нету хороших нету хороших персонажей понимаете что даже не на кого опереться сказать ну вот этот хоть чтобы да вообще некого просто все все черная какая-то дрянь ладно друзья мои все вот выбирайте кто вам афанасьев наш так сказать российский сказочник или братаны грим от которых тоже от сказок как бы волосы сидеют пока